Привет, народ. Всем игрокам в GTA Online рано или поздно приходится заниматься этим. Ну, фармячков для склада. Ооо, да. И все игроки, конечно, используют для этого Бузард. Ну, до недавнего времени. С последним обновлением, Рокки, перекуривший травки и занюхав всё это колумбийским коксом, в край обдолбавшись, взяли и просто добавили летающую тачку в GTA. Летающую тачку. В GTA. Как такое возможно? В общем, теперь Бузард не выглядит как ультимативное средство по фарму. Встает вопрос, на чём же всё-таки эффективнее будут фармить ящики? На Бузарде или на Делюкса? И какова будет разница? В общем-то, давайте это и проверим. В сравнение решил добавить ещё и обычную машину. Всё же подумал, что сравнение без тачки будет не то. Почему же? Да потому, что многие игроки просто не имеют ни Бузарда, ни тем более Делюкса. Ведь стоят они 2,3,5 миллиона соответственно. И то, 3,5 миллиона это без прокачки и по оптовой цене. А чтобы прокачать Делюкса, нужен ещё и портативный командный пункт, это ещё 2 ляма. В общем, удовольствие не дешёвое. То есть, игрок на начальных стадиях развития попросту не может себе позволить ничего больше, кроме как машина. И да, я сейчас говорю не о Т20 или Вагнере, а о чём-то более приземлённом. Посчитал, что машина должна быть максимально дешёвая и быстрая за свою цену. Сначала подумал, какую же тачку использовать как представитель четырёх колёсах. А потом вспомнил, что лучшая машина – это бесплатная. Олеги, я бесплатный спорткар. Все новички в ГТА расискают именно на таких. Кроме того, что бесплатная, так ещё и одна из топовых в спортивном классе. Способна потягаться с тачками ценой в полляма и более. В общем, это идеальный вариант для демонстрации того, с какой эффективностью сможет фармить новичок в ГТА онлайн. И да, если игрок расискает на Олеги, то скорее всего офиса он не имеет. Но ведь для таких игроков и создали мотоклуб. По сути, фарм везде одинаковый. Поэтому сравнение на фарме ящиков можно перенести и на сравнение по добыче сырья для предприятий мотоклуба. С выбором машины разобрались. Тачку будем использовать в полной прокачке. Если игрок накопил на мотоклубе предприятие, то уже способен прокачать автомобиль. Кстати, могу подкинуть небольшой лайфхак тем, кто фармит на машинах. А также это даст преимущество нашей Олеги в этом сравнении. Просто зайдите в настройки графики и уменьшите ползунок населённости города на минимум. Это значительно сократит городской трафик и не надо будет как рыба в море маневрировать между гражданскими. И можно будет спокойно ездить по полупустым улицам Лос-Антоса. А на слабых компах это ещё и прибавит пару-тройку кадров сверху. Наконец-то с машиной закончили. Небольшое отступление. Возможно я всё черчур размусоливаю, но всё же хочу сделать максимально точный, правдоподобный и прозрачный тест. Чтобы все знали при каких условиях всё было проведено. И чтобы всё это донести необходимо время. Хотя и так стараюсь сжать информацию настолько, насколько это возможно. Перед тем как перейти непосредственно к фармтесту, давайте запустим наших подопытных по шоссе. Посмотрим, кто из них приедет к финишу первым. Так мы узнаем, кто будет быстрее преодолевать далёкие расстояния по прямой. Но это больше относится к Бузарду и Делюксу, так как они летают, а машина будет ездить на земле по улочкам. Но всё же для наглядности и её в тест тоже добавим. Скорость Делюкса проверяем в двух режимах. В режиме полёта и в режиме обычного автомобиля. В общем-то зачем? Как можете заметить, в режиме автомобиля Делюкса неплохо так прибавляет в скорости. Во время фарма ящика этим можно воспользоваться, что даст ему определённый бонус. Об этом слегка позже. Как видим, по максимальной скорости Бузард имеет очень и очень неплохое преимущество. Но оно отчасти будет уменьшаться из-за более долгой посадки вертолёта, более долгого взлёта и большей потери скорости при набирании высоты относительно Делюкса. Продолжение следует... Как мы выяснили, Скорость Делюкса в режиме автомобиля выше относительно скорости в режиме полёта. Поэтому что я предлагаю? Если во время поездки до ящика путь пролегал через прямую дорогу значительной продолжительности, то на Делюкса я ехал как на обычном автомобиле. Таким способом можно было дополнительно сэкономить драгоценное время. Выглядело это примерно так. Первым начался фарма на Делюкса. Начнём, пожалуй, с плюсов. К плюсам можно отнести его просто управление, его лёгкую посадку и взлёт. Возможность левитирования над водой. Во многих миссиях это значительно облегчает работу, когда необходимо взять ящик с воды. А также его самоуправляющиеся ракеты. Зачастую они очень облегчают работу, например, в таких моментах. Врагу даже не обязательно быть в транспортном средстве, чтобы прицел захватил его. Они стреляют непосредственно по самому врагу. Теперь минусы. Во-первых, небольшая скорость. Относительно бузера, да и вправду кажется маленькой. А также невозможно стрелять с пистолета и кидать бомбы-липучки. Иногда это может вызвать дискомфорт, например, когда нужно забрать фургон у копов, а убить их можно только с пистолета через боковое стекло. В таких случаях приходится по-быстрому отбирать машину у местных и при помощи неё забирать сырьё. Или в миссиях, где нужно взрывать задние двери инкассаторского автомобиля с помощью бомбы-липучки, приходится действовать аналогичным методам. Но также эти минусы можно приписать и к бузарду. Зато когда добываешь сырьё на автомобиле, таких проблем не возникает. Что ж, тест Делюкса окончен, время вышло. Давайте посмотрим, сколько ящиков удалось набрать за 2,5 часа. На первом складе 18 ящиков на сумму 270 тысяч. На втором складе 20 ящиков на сумму 310 тысяч. Путём нехитрых вычислений получаем, что за 2,5 часа продуктивность фарма ящиков на Делюкса составляет 38 ящиков, либо же 580 тысяч. На мой взгляд, 580 тысяч за 2,5 часа можно считать неплохим результатом. Продаем склады и смотрим, что получится у Олегии и Бузарда. Вторым на тест решил взять Олегию. Всё же приелись уже полёты и хочется порассекать по прекрасным улочкам Лос-Антоса. Кстати, думаю сделать сравнение Олегии, на которой мы сейчас гоняем, с Олегией ретро. Всё же интересно, что там изменилось по скоростным характеристикам. Если говорить о плюсах и минусах фарма на машине, то минусов, конечно, больше, чем плюсов, относительно Делюкса и Бузарда. Самый большой минус – привязанность к дороге и трафик. Также профита от такого фарма меньше. И я сейчас не о количестве ящиков за единицу времени, а о том, что чтобы, например, сбить вертолёт, необходимо стрелять в него и снайп с разрывными патронами. Или с ракетной установки, а это уже минус полторы тысячи. Или чтобы избавиться от засады копов в некоторых миссиях, тоже приходится тратить бомбы-липучки или РПГ. Ещё минус полторы тысячи. Тогда как на Делюкса и Бузарде это всё выходит абсолютно бесплатно. К тому же, когда забираешь сырёв бандитов, они отчаянно пытаются вернуть его назад, постоянно стреляя по вон и пытаясь спровоцировать лобовое столкновение. В общем, определённый дискомфорт вызвать способных. По воздуху в этом случае от них не улететь. Но что насчёт эффективности? Возможно, вы будете удивлены, но на Elegio удалось доставить суммарно 36 ящиков. Это всего лишь на 2 меньше, чем на Делюкса. То есть, бесплатная тачка по эффективности практически как летающие чудо инженерной мысли за 3,5 ляма. И то, если брать по оптовой цене и без прокальщики. Есть повод задуматься о покупке этого ТС, если хотите брать его только ради фарма. Маленькая скорость полёта даёт о себе знать. Даже стало интересно пустить гонку по городу от точки А до точки Б. Что ж, пожалуй, так и сделаю. Стартуем, когда на светофоре загорится зелёный свет. Добавлять Бузерк в тест не стал. Его тест может скинуть определённый спойлер. Мне всё же хочется сохранить интригу. А пока смотрим, кто приедет первее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавиш Бузерк в тест — А лох Добавиш Бузерк в тест вcrosете См SwePrжет В тест к Butterсть В общем, что мы получаем? Олегия, несмотря на привязанность к дороге, приезжает незначительно, но быстрее. Честно, думал, что до люкса приедет первым. Безусловно, результат этот гонки очень приблизительный. Возможно, если бы трасса была другой или имела иную длину, результат был бы другим. Тем не менее, имеем то, что имеем. Но давайте уже перейдем к Бузарду. Мне кажется, что для фарма ячков он подойдет лучше всего. Первое, что замечаешь при использовании Бузарда, это то, как же, черт возьми, он быстро заказывается. Не нужно доставать телефон, находить механика, ждать, пока он ответит. Потом ждать, пока он доставит твою машину, еще и доставит ее за улицу от тебя. Тут же, просто открыл меню взаимодействия, транспорт с шефа вызвал Бузарда. Появляется моментально. Но с другой стороны, то время, что вы сэкономите на его вызове, почти все уходит на его взлет. За то время, пока он заведется и влетит, механик, скорее всего, уже доставит вам автомобиль. Второе, скорость. Бузарда далеко не самый быстрый вертолет в ГТА. По сравнению с его летающими собратами, его можно даже назвать медленным. Но тем не менее, давайте вспомним о том, что Делюкса не смог приехать быстрее обычного спорткара. Причем в гонке по городу. Давайте посмотрим, сможет ли Олегия также противостоять Бузарду в этой импровизированной гонке. Причем в гонке по городу. Несмотря на долгий взлет Бузарда, вскоре он набирает неплохую скорость, благодаря которой с отрывом выигрывает у Олегии. В общем-то, после этого теста уже можно предположить примерный результат. В общем, мне кажется, что я много говорю в общем. Поэтому, в общем, постараюсь поменьше говорить о приевшейся в общем. Так, на чем мы остановились? Ах да, плюсы Бузарда. Пожалуй, последний плюс это его вооружение. Я сейчас не о том бесполезном пулемете, я о ракетах. Да, они гораздо хуже, чем у Делюкса. Они не попадают точно в летящего человека, но тем не менее, они есть и это уже неплохо. К тому же, они бесконечные, в то время как на Делюксе сильно не постреляешь. Минусы. Ну, каким бы маленьким Бузард не был, это все же вертолет. Соответственно, при посадке ему нужна некоторая свободная территория. Но на практике с этим проблем не бывает. Вертолет можно посадить практически куда угодно, особенно управляя вертолетом с геймпада. Это намного удобнее, нежели летать на нем с клавиатуры. В общем, основные минусы Бузарда такие же, как и у Делюкса. Если нужно отобрать сырье перевозимое кем-то по городу на машине, то возникают некоторые трудности. Приходится либо поджидать его на светофоре, что не всегда получается, либо отбирать машину у местных, благо такие задания попадаются нечасто. По особенностям фарма на Бузарде прошлись, теперь самое важное, то, ради чего и собрались. Сколько же удалось собрать ящиков с его помощью? Суммарно, вышло аж 48 ящиков на сумму 744 тысячи. Больше, чем у предыдущих двух, так еще и с отрывом. Итак, давайте подытожим и подведем некоторые результаты, и посчитаем чистую прибыль от фарма на каждом из транспортных средств. Элегия. Самый дешевый метод фарма. Обладает самым большим количеством минусов, но и своими уникальными плюсами. Эффективность самая низкая. Тем не менее, для начальных этапов игры подойдет отлично. Делюкса. Фармить на нем гораздо удобнее и немного эффективнее, чем на Элегии. Можно пролететь где хочешь и куда хочешь. При этом ни копы, ни бандиты мешать не будут. Но вот только из-за цены эта машинка получается самая бесполезная. Ведь в два раза дешевле можно купить Бузард. Он в чем-то уступает до люкса, но в общем значительно лучше. В особенности максимально развиваемой скоростью полета, относительно предыдущего. Осталось, на мой взгляд, самое главное. А именно, посчитать чистую прибыль. Для этого создадим вот такую вот таблицу. Ничего сложного нет. Просто возьмем те деньги, которые мы потратили на закупку ящиков, и вычтем ее из той суммы, за которую мы будем их продавать. Таким образом, чистая прибыль у делюкса составляет 428 тысяч. У Элегии 396 тысяч. И у Бузарда рекордные 552 тысячи. Но считаю, будет честным снять у Элегии 20 тысяч. Так как во многих миссиях, например, таких как доставка фургона с ловушкой от копов, или отжимание ящиков у бандитов на Вальтирии, требуют затраты на патроны и бомбы-липучки. В итоге, чистая прибыль снижается. Тогда как на делюксе и Бузарде ракеты бесплатны. Поэтому с этим учетом можно поставить Элегии в строку с чистой прибылью сумму в 376 тысяч. Если рассмотреть это в виде графиков, то получатся следующие графики. Если сравнить это в процентном соотношении, взяв результат Элегии за 100%, то получится, что делюкса дает прирост в 14%. И Бузар дает прирост относительно Элегии в 47%, почти в полтора раза. Довольно интересные получились результаты. Лично я думал, что делюкса покажет себя гораздо лучше. Но имеем то, что имеем. Пожалуй, на этом можно и закончить. Ну и там, лайки, дизлайки, комменты. Ну, как хочешь, в общем. Подписочка может. Что там еще говорят в конце? Ну, думаю, разберешься. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok